Добрый день всем, кто нас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина. Наш звукорежиссёр в студии Родион Золотарёв. И гости сегодня помогают нам включать зелёную лампу. Очень интересные гости. У нас не бывает других, но мы их ждали. Это Роман Тестелец и Инесса Тестелец. Они музыканты, организаторы-руководители Детского и юношеского центра творчества и образования Рудога, организаторы международных проектов и фестивалей и шахматного, и музыкального. Ну, подробнее ещё расскажем. О них очень долго можно говорить, перечислять всё, чем они занимаются. Но мы рады вас сегодня видеть, Инесса и Роман. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Помогает сегодня «Зелёная лампа» справиться с бедой маме трёхлетней девочки Элизабет. Они живут в Олайне. Элизабет будет летом 4 годика, но он совсем ещё малышка. И мама обратилась за помощью, чтобы оплатить лечебный курс в Вилгавском центре ABA-терапии. Потому что у девочки с рождения практически нарушение аутичного спектра. У неё синдром дефицита внимания с гиперактивностью и нарушение умственного развития и речи идут. И, в принципе, сколько мама не пыталась, она очень много занимается ребёнком, водит её по врачам, но диагноз точный до сих пор не поставлен. И всё время говорят «подождите, подождите немножко». Но заниматься с ребёнком нужно уже сейчас. Девочка очень хорошая, симпатичная, принцесса такая маленькая, но она не говорит, вернее, она говорит на своём каком-то особенном языке, примерно 20 фраз очень быстро произносит. Мама частично может её понять. И нарушения поведения у неё бывают очень сильные, что мешает заниматься врачам и специалистам развитием девочки. Мама очень просит помощи, потому что лечебный курс в центре ABA-терапии, он стоит 3000 евро, мама живёт с ней одна, и поэтому ей никак не справиться с этой бедой. Наш телефон 9300-6384 работает всю неделю для малышки Элизабет. Вы знаете, как правило, мы очень переживаем за каждого героя нашей программы, но когда случается семья, в которой одна мама воспитывает вот такого сложного ребёнка, мамы деток-аутистов или те, у кого есть родственники, или знакомые, у кого дети-аутисты, поймут, о чём мы говорим, это очень сложно. И здесь эта маленькая семья состоит из мамы и вот этой маленькой девочки, которая 3 года, и так сложилось, что им совершенно не на кого надеяться. То есть родственники, бабушки, дедушки, какое-то окружение. Так сложилось, что вот мама Элизабет, она одна, один на один, оказалась вот с этой очень сложной проблемой, и вот первый раз она решила всё-таки обратиться за помощью. Для неё это нереальная неподъёмная сумма – 3000 евро. А, в общем-то, для нас, если вот каждый наш радиослушатель, читатель нашей рубрики на сайте Mix News LV сделает один звоночек, эта проблема для мамы решится, и она год может не волноваться. Ну и это решится, возможно, решится проблема самой девочки, у которой улучшится состояние, и явные улучшения после таких курсов бывают. 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек. Спасибо вам. Напоминаем, что в гостях у нас Роман и Инесса, это стелец. Они очень много занимаются благотворительностью, но мы начнём всё-таки не с этого, а начнём с того, что вот, знаете, вас считают идеальной парой. Спасибо. У вас на Фейсбуке даже профиль, один на двоих, и он называется Инесса Роман-то-стелец. Как будто это вот что-то единое, целое. И вы неразлучны в творчестве и дома, и на работе, в ваших различных проектах, и вас окружает радость и творчество. Это уже радость смотреть вот на вас, правда. Спасибо вам. А в чём секрет таких гармоничных отношений? Роман. Начнём с мужчин. Вы хотите с меня начать? Конечно. Знаете, довольно сложно делать какие-то выводы, и сложно претендовать на какую-то истину в конечной инстанции, не имея чётких и ясных исходных данных. Я по своей природе всё-таки, наверное, более склонен к точным наукам. Ну, надо же. Да, да, да. Как оказалось. Да. Это совсем не мешает творческому. Это даже его, знаете, как-то, как хороший ювелир, когда гранит-алмаз, вот именно такой подход к делу, он, я считаю, очень продуктивен. И возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что это всё-таки божий промысел, потому что никакого реального ответа и какого-то обоснованного ответа. Но, считайте, у меня нет, потому что я думаю, что просто повезло. Может быть, не нужен ответ, да? А что думает Энесса? Ну, наверное, я соглашусь с Ромой, потому что, ну, как-то это всё получается само по себе. Это и есть идеальные отношения, когда… Мы не думаем о том, что… Один соглашается с тем, что говорит, второй. А можно… Вот вам и секрет. Такой незапланированный сразу вопрос личный. А как вы познакомились? А познакомились вот именно через творчество. В своё время мы с подругой решили организовать тоже такой фестиваль-конкурс. По тем временам это была такая революция. Такой у нас был конкурс, не знаю, помните ли, нет, мини-мислим-попо. Да. Вот, потому что я знаю, что поддерживали и свод, и так далее, достаточно громко. То есть мини-мислим-попо. Соответственно, у нас там дети пели, танцевали и так далее. И нам нужен был музыкальный руководитель, который бы занимался с детьми, подготовил бы к этому конкурс. Это такая была первая фабрика звёзд. Тогда ещё не было таких, ни передач. Но вот у нас 10 дней детей готовили к сцене. Ну вот и пригласили Романа. Сначала в жюри он отбирал деток для своих вокальных номеров. Но потом уже и работал. Ну, для начала я так и не поняла. Думаю, он интересный такой парень, сидит, ставит всем двойки нули. Я говорю, Илана, подруги свои, говорю, ты кого привела? Он детей не любит. Я говорю, почему? Он говорит, мне надо точно, чётко обозначить задачу. Вам нужны просто дети, из которых можно что-то сделать, или просто уже готовых. Ну, в общем, короче говоря, мы им объяснили. Ну вот в течение какого-то времени Роман поработал с детками и достаточно успешно. И у нас есть даже звёзды с тех времён. Выросли уже дети. Отслеживаете, да, контакты. Отслеживаем, и нас отслеживают. То есть родители и дети уже взрослые, имея свои уже семьи, да, общаемся. А какие звёзды, каким из воспитанников, скажем, вы гордитесь? Мы всеми гордимся воспитанниками, потому что я считаю, что все достойно нашли свой путь в жизни, серьёзно. Ну вот нету таких совсем, которые бы... Ну не все, конечно, стали артистами, певцами и так далее, но вот, как они говорят, пинок вы нам дали. Это же, наверное, и не задача, чтобы дети, которые приходят в студию творческого развития, стали конкретно там певцами, амсурами. Ну конечно, конечно. То есть это просто... Это развитие. Да, развитие человеческое. Да, ну вот у нас Дана... Даниэла Селицкая. Селицкая, да. Ну вот она актриса и закончила Щепкинское училище, и снимается в кино и так далее. Хотя мама тогда говорила, послушайте, почему её отобрали на вокал? Она говорит, мы ей даже в туалете запрещаем петь. Я помню, после отбора я подошёл к маме и говорю, я говорю, у вашего ребёнка хороший слух. Я говорю, она может петь. Она была очень удивлена. Нет, мы готовили театральный номер, и то, что она пела, это совершенно не относится к драматургии самого номера. Я говорю, она может петь. Ну давайте попробуем. И в конце концов ребёнок распелся. То есть это и был тот, знаете, тот толчок, который её вывел на эту тропинку, на эту дорогу, по которой... Как важно, чтобы кто-то заметил. А ещё как важно, чтобы кто-то дал возможность и шанс, чтобы произошёл этот толчок. В связи с этим мы напоминаем, что вот наша программа, мы будем говорить сегодня о педагогике, о музыке, о фестивалях, но наша программа посвящена помощи трёхлетней девочке, зовут её Елизабет, она вдвоём с мамой живёт в Уолойной, и ей нужна помощь для оплаты специального курса ABA-терапии, на который маме никогда самой не собрать эту сумму, 3000 евро за год. И мы просим вашей поддержки. Наш телефон 9306384, это евро 42 за звоночек, вот поможет этой маленькой семье. И это будет как раз тоже такой шанс и толчок, чтобы... Совершенно верно, совершенно верно. В нашей практике, в педагогике мы уже, не знаю, я лично уже почти 40 лет, и с детками работаю, вот, и у нас были разные дети и с таким диагнозом, и с разными, и, ой, разные-разные. И я знаю, просто тоже прослеживаем, и со многими семьями, и дружим. У нас были такие дети, и выросли вполне, абсолютно нормально. То есть при, конечно, своевременной помощи, развитии ребенку можно помочь, и, ну, есть очень хорошие результаты. И ребенок совершенно вот и закончил академию полицейскую и так далее. То есть девочка у нас была, хотя ей там ставили врачи какие-то несусветные диагнозы и отстала, и так далее. То есть, знаете, надо все-таки верить и делать. Работать. Работать. Это работа, большая работа и педагогов, и, конечно же, родителей в первую очередь. Вот. Ну, понятно, что на всю эту работу не хватает и времени, может быть, знаний, поэтому для этого нужны специалисты, которым нужно, конечно же, это же все средства. Такое дело, что чем раньше начнешь эту реабилитацию, тем больше, тем лучше результаты. Да, да. У мамы сложное положение, у мамы, Элизабет, потому что у них нет диагноза. То есть ждут пока, что врачи, они не могут там договориться. Врачи в затруднении. Да, они тянут, тянут, они не могут определиться с диагнозом. А это значит, нет, пособия, то есть, ну вот. Понятно, помощи никакой нет. Ну, где-то после 4-х лет обычно. Мама большая молодежь, что она обратилась и бьет во все, что называется, колокола, и я призываю всех родителей обратиться, ну, скажем, к своим детям, обратить внимание на какие-то, может быть, нюансы. Если там педагоги советуют, я бы, конечно, да. Потому что бывает, что очень поздно, да, то же самое с логопедией и так далее и тому подобное. Поэтому, да, это дорого, но, знаете, это стоит того. Да, если нету в семье, то нужно, я знаю, что вокруг очень много добрых людей, которые помогут. А вот здесь давайте перебросим мостик к вопросу благотворительности, потому что наша программа посвящена вот помощи в основном, как правило, большая часть, это именно деткам, да, и вот это благотворительная программа, и вы, ваш творческий центр, тоже регулярно, постоянно занимается благотворительными инициативами. Буквально на днях ваши воспитанники приняли в таком интересном, новом проекте, да, онлайн-концерт для бабушек и дедушек, которые находятся в доме, ну, в социальном доме для престарелых. В инициативе, кстати, Наталья Михайловой, спасибо. Нашей коллеге, которая работала на радио «Болтком». Расскажите, вот как дети вас приняли, как вы им объяснили? Это целое. Ну, вообще, наши дети всегда готовы выступать везде, а если это касается вообще поддержки или помощи, они с такой радостью это делают. И коробки храбрости, что бы мы ни придумали, они сами иногда просят что-то, а мы кому-то будем это помочь, а кому это поможет. А коробки храбрости? Поясните вот радиослушателям, что это. Вот мы регулярно собираем коробки храбрости, я уже не помню, когда это началось, это пришло из Москвы, и мы регулярно… Это приносятся маленькие какие-то презентики, новые игрушечки, новые, да, складываются в коробку, и потом мы это отправляем… Маленькие как-то. Да, какие-то маленькие, да, отправляем в больницу, в какое-то отделение, где более, ну, может быть, сложная ситуация у детей, где много всяких таких болезненных процедур, а дети, конечно, как и взрослые, собственно, боятся процедур, да, ну, а ребёнок-то тем более. Ну да, укол, система. Система, ну, скажем так, это такая мотивация ребёнка поддержать в такую трудную минуту, что вот, ну, немножко потерпи, вот тебе будет приз и так далее, и тому подобное. Ну, и радость ребёнку, она, конечно, чем больше счастья и улыбок у ребёнка вообще, а тем более больного ребёнка, тем лучше результат лечения, но всем это известно. Поэтому мы регулярно этим занимаемся. Ну, кстати говоря, давно мы не собирали. Ну, мы обычно на больших наших проектах собираем эти коробки храбрости, и каждый приходит, там, зрители или родители. Это, я думаю, что, ну, как бы… Ну, как важно, что ребёнок знает, что он участвует. Да, и ребёнок знает, и даже маленькие детки видят такую коробку полную игрушек ярких, да. Вот мы сипусенькие подходят, им объясняют, что это коробка храбрости для деток, которые вот в больнице. Ну, кто-то знает, что такое больница, кто-то не знает, слава богу. Да, но вот и дети не трогают, понимаете, вот они могут там баловаться или ещё… Вот никогда не было, чтобы кто-то взял из коробки или ещё что-то там, или даже попросил. Все складывают, и там кто-то рисунки свои складывает. Знаете, очень-очень здорово. И дети откликаются с большой радостью. И когда вот сейчас вот участие в этом концерте, они готовились, все нервничали. А здесь это не для деток, а для бабушек и деток. Для бабушек, для одиноких. Да, да, то есть мы тоже рассказали, что существует… Многие не очень понимают, как это. Вот, случилось, что бабушки как-то живут одни. Я говорю, у них у всех есть такие хорошие внуки там, и так далее, да. И поэтому… И было сложно только в том, что они пели в камеру. Онлайн всё было. Не видели глаза этих бабушек. Конечно, это сложно для артиста. Да, и объясним, что из-за карантина бабушки и дедушки там оказались заперты, и к ним не приходили ни родственники, ни какие-то посетители, и решили организовать такой… Это, конечно, да, очень виртуальный онлайн-концерт. Но было здорово. Транслировали с большого экрана. Да, с большого экрана. Мы даже не знали, что с большого экрана. Потом нам фотографии прислали, как они выглядели, дети. Вау! Я говорю, посмотрите, и вот Интерпус улез перед нами, нет, поёт. Такой хорошей компанией. Да, в такой компании. Они такие, вау! Единственное, нам помешала, была такая гроза и грома, и в Юрмале там интернет немножко нас подвёл. Но ничего, все услышали. Самое главное, этот был посыл, наверное. Да, спасибо огромное всем, кто участвовал. Всем. Абсолютно, да. Это было здорово. И тем, кто организовал, и Наташи Михайловны. Да, большое спасибо. Так что очень хорошие дела у нас происходят, и надо об этом говорить, рассказывать и благодарить. Мы напоминаем, что наш телефон сегодня 9306384. Этот телефон работает для малышки трёхлетней, чтобы помочь её маме оплатить такие серьёзные курсы занятий, которые поможут девочке с нарушениями аутичного спектра и с умственной отсталостью, которую ей поставили, пройти этот курс и улучшить своё поведение социальное и лучше развиваться. 9306384. Один звоночек стоит евро 42 цента. А сейчас небольшой перерыв на рекламу. Мы скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что в гостях у нас сегодня вместе с нами включают зелёную лампу для трёхлетней малышки Элизабет. Это Роман и Инесса Тестелец. И вот, продолжая тему, мы в первой части говорили, остановились на том, что почему так важно детям, воспитанникам студии, у них студия своя, очень творческая, Рудога, почему так важно детям заниматься благотворительностью и вообще творчеством. Роман, вот как руководитель, как главный, как мужчина и начальник. И педагог. Кормчий. Да, кормчий. Великий кормчий. Я считаю, что любого ребёнка нужно учить музыке, потому что это очень облагораживает, очень воспитывает именно сам процесс мышления и сам процесс восприятия. Ребёнок тогда вырастает человеком, который может, самое главное, отличить прекрасное, отличить красивое и настоящее от ирзац, от подделки. Понимаете, настоящее золото от позолоты. Нужно воспитывать и нужно прикладывать к этому большие усилия и стараться, чтобы ребёнок приучился работать. Чем больше, тем лучше. И плоды, я уверен, удивят любого родителя, любого педагога. Приучать к труду и приучать к прекрасному. Показывать, какой прекрасный мир вокруг нас. Какими вы проектами с вами особенно гордитесь? Ну, не то, чтобы мы гордимся, мы их любим. Можно так. Мы их любим, да. Но у нас несколько больших проектов. Международный фестиваль творчества Рудога Нью Старр. Был просто Рудога, сейчас Нью Старр. Который проходит ежегодно в Юрмале при поддержке Юрмальской думы. И второй проект – это международный детский и юношеский шахматный турнир, который проходит два раза в год, зимой и летом в Юрмале. И собирает уже достаточно большое количество участников. И много стран к нам приезжает. То есть от 200 до 300 участников, ну, это вот зимой. Собственно говоря, вот я очень горда, потому что у нас очень много действительно умных детей. И большая радость и счастье вот это всё видеть и давать. То есть вот все ругают, говорят, современные дети, вот они такие-сякие, они не читают, там они не хотят учиться. Умные, очень развитые. То есть дети радуют, да? Нас дети радуют. Серьёзно, такие дети, просто иногда просто поражаешься. И многому, конечно, учишься у них. И ещё один проект у нас зимний такой, просто такой, как фестиваль, благотворительный. Где мы с фондом Бернуридс, это тоже наши ученики, чем мы тоже очень гордимся, это с конкурсами Немислим Папо, наш Ярослава. Вот занимается именно этим, и тоже творчески к этому подходит. Я считаю, что вот она говорит, это из Лемпопо. Да, вот она у нас вот из первого нашего конкурса. Надо же, какая связь времён получается. Да, вот мы так и получились. И расскажите чуть подробнее об идее этот, то есть благотворительный концерт. Дети, да, это концерт, дети и взрослые, коллективы творческие выступают. Мы обычно об этом рассказываем, да. Вот, и, собственно говоря, можно принять участие. И на этом концерте, в принципе, вход свободный, ну, у нас стоят такие урночки и так далее, разная тема у нас бывает, да. Бывает, на конкретного ребёнка собираем. Бывает, вот в этом году на подарки собрали, и Ярослава набрала очень большое количество детских домов. И, собственно говоря, конечно же, одному фонду с этим не справится, поэтому большое количество людей откликнулось ему в том числе. Вот, собственно говоря, вот так собираем, и кто, что приносит. Инесса, а вот такой вопрос. Сейчас в связи с карантином отменены же были какие-то мероприятия. Что у вас намечается, как вы видите в дальнейшем вот всё это? Ну, вот у нас, к сожалению, наш фестиваль Рудога в этом году, вот он 22-го числа должен был в июне состояться, но большое количество участников мне звонят, пишут, хоть какой-нибудь, хоть онлайн, хоть как-нибудь, но хотелось бы на сцене. Поэтому вот буквально сегодня мы приняли решение, что 25-го июля мы в таком небольшом формате проведём в Самарах от Элелупа этот фестиваль. Ну, сделаем комбинированно, потому что не все смогут приехать, и онлайн будет у нас. Будет так и так, с включениями. Да, потому что у нас очень хорошие коллективы и дружба с Германией, и Украина, Россия, ну, они не могут, в принципе, как-то к нам попасть. Вот сообщение, 25-го июля, фестиваль Рудога Нью Стар. Стар, да. Будет однодневный, обычно мы три дня проводим, но в этом году будем в таком усечённом виде, но всё равно на сцене, свет, звук, Роман будет этим заниматься. Роман о шахмате, шахматный турнир. Шахматный? Шахматный тоже будет. Да, он будет в августе, с 20-го по 23-е августа. Какие хорошие новости? Что нам разрешили, определённые есть, конечно, ромативы, условия, маски, дезинфекция и так далее, всё это мы как бы… Ну, звёзды сложились. Но вот прям вот мне прислали недавно все регулы, ну и нам сказали, что мы будем. А у вас Илья тоже вот занимается, и участвует, расскажите про него. Младший сын, как раз он вот сегодня, он на первом после карантинном турнире участвует. Это первый тоже турнир. Какие-то просто достижения там показывает постоянно. Летний такой классический турнир, который проходит в отеле Таллинг. Вот, ну да, он серьёзный такой игрок. И певец. И певец, да, попал и в финал чемпионата Латвии. Собственно, ну ещё финал не прошёл, к сожалению. Ну вот в десятку лучших шахматистов Латвии является. Можно гордиться. Если мы говорим о хороших новостях, мы обязательно должны порадовать всех наших радиослушателей, которые участвовали в помощи для героини нашей прошлой программы. И мы озвучиваем итоги. Для 32-летней Дарта Виттала собрано 10 341 евро. В том числе было сделано 2696 звонков, что составило 3 368 евро. И на счёт в благотворительном фонде BeOpen прямыми перечислениями на оплату лекарств от онкологии для Дарта Виттала поступило 6 973 евро. Это невероятно. Мы не ожидали такого результата. Мы сделали программу. Мы ожидали, но боялись. Да. Обратились, но думали, что всё-таки сейчас сложное такое время. И многие люди остались без работы. И компании тоже всё-таки как-то придерживают свои ресурсы. Но мы собрали всю сумму, и Дарта сможет оплатить 3 курса, необходимые ей. Это замечательные курсы. То есть мы уже собирали для неё, и первая часть лечения она прошла. И очень удачно, и очень хорошие результаты. Дай Бог, конечно. Да. И, кстати, Ирина, нам не безызвестно, она в этом участвовала. Я знаю. Вот я хотела бы как раз поблагодарить и BeOpen, и ZDOTLV за их такую нужную акцию DOTPETS, которая помогла Ирине нашей Бабковой достойно провести последние свои жизни. Давайте объясним, потому что мне контекста непонятно. Да. Какой Ирине? Да. Ну вот Ирина Бабкова, это наш товарищ, друг. Она, к сожалению, была очень в последние годы больна, и ей нужна была сейчас палеоативная помощь. Она тоже достаточно недешёвая. Мы обратились вот к вам, к Рите. Рита поделилась с контактами BeOpen и ZDOTLV, которые выделили на палеоативную помощь Ирине определённую сумму. И, собственно говоря, вот Ирина очень была благодарна все эти дни последние. Она благодарила и говорит, Инесса, передай, пожалуйста, большое-большое спасибо, и я с благодарностью в сердце ухожу в достойном месте. Ну, к сожалению, жизнь есть жизнь, да, но, собственно говоря... Очень светлый человек она была очень хорошей. Да, да, она очень многим. Все её вспоминают просто очень добрыми словами. Многим сама помогала. И светлая память. Да. И вот в четверг... И благодарность и Ингриде Шмидте, другого действия в фонде BeOpen, и Инессе Данге, которая курирует эти программы помощи больным, онкологическим больным, в фонде ZDOTLV. Поэтому большая благодарность всем добрым людям, которые участвовали в такой акции, как ДОТ, ПЕЦ, и действительно это всё работает, это помогает. И не хотелось бы, конечно, но в нашу жизнь это пришло, пришла эта помощь очень своевременно. Ну вот... Да, потому что каждый раз это может быть какая-то большая масштабная акция, но каждый раз это конкретный человек, конкретная судьба и конкретная история и очень-очень конкретная помощь. Абсолютно. Большое-большое спасибо всем. Благодарим от всех друзей и от меня лично. Это показывает только то, что мы всё время повторяем. Если вы в трудной ситуации, надо помнить, что ты не один всё равно. Где-то в мире найдётся рука, которая тебе поможет обязательно. И надо просто не бояться постучаться в эти двери, в любые двери, что что-то будет меняться. И так же и наши все радиослушатели, читатели, они откликаются и помогают. Меня всегда поражает. Совершенно незнакомым людям. Вот смотрите, сделано было 2696 звонков. 2696. Это поразительно. Сколько человек подняли этот телефон и позвонили, и получили какую-то радость. А может, забыли сразу об этом, но ничего бесследно не проходит. Ну, каждый человек делает добро, он делает в первую очередь добро для себя. Поэтому нужно об этом помнить. Это правда. Что ты в первую очередь себе делаешь добро. Напомним, телефон 930-6384, телефон, который помогает на этой неделе маленькой трёхлетней девочке Елизабет. Там такая история у мамы очень непростая. Она, во-первых, одна осталась, так сложилось. И изначально врачи ей сказали, что у неё не будет никогда детей. И она не ждала никаких детей, а потом оказалось, что она вдруг забеременела неожиданно. И более того, двойня. Да и сказали, что будет двойня. Она, конечно, была в шоке, но решила, раз так надо, она будет рожать. Один ребёнок умер до рождения, через три месяца остановило сердце. И вот вторая девочка, она выжила и стала очень быстро развиваться. Роды прошли нормально, всё нормально. Ну, вот такие вот сильные нарушения. И главное, что в роддоме этой девочке, о которой идёт речь, поставили девятку по шкале Абгар. То есть это практически идеальный ребёнок. Было никаких отклонений в развитии. Но аутический спектр проявляется после года и очень сложно диагностируется. И это, конечно, очень такой, ну, это крест для родителей, для семьи. А здесь семья состоит из одной только мамы. И там есть ещё такая очень показательная, трогательная деталь, что мама приняла решение и перебралась из Риги в Олайно, то есть продала жильё и купила маленькую однокомнатную квартирку, чтобы остался какой-то зазор. И потому что там жизнь дешевле в Олайно, чем в Риге. То есть там идёт, ну, как, счёт на каждую копеечку. Напоминаем, что в гостях у нас Инесса и Роман Тестелец. И вопрос к Роману. Вот вы работали в проектах с Раймондом Паулсом, с Бусулисом Интерсом, с Калныншем, с Ольгой Пирок, с Дианой Пирок, со многими другими музыкантами. С кем вот у вас особенные какие-то отношения сложились? Вот как вот вы расцениваете? С кем в творческом плане, может быть, было легче, интереснее? Хочу упомянуть моего давнего друга, моего коллегу, прекрасного музыканта. И я очень благодарен судьбе, то, что судьба послала мне такого человека на моё жизненном пути. Это прекрасный бас-гитарист, прекрасный контрбасист Виктор Зеленков. Вот это действительно, знаете, когда мы с ним музицируем вместе, это как, знаете, как две души. Как две души, которые сплетаются в одно целое. Где вас можно послушать? У меня же вопрос. Сразу вопрос такой. Где и когда? К сожалению, были времена, когда были концерты, было время, когда мы с ним музицировали в гостинице «Балтик Бич Отель». Но, как говорится, всё проходит. И прошло это. И, к сожалению, сейчас нигде. Сейчас нигде. Ну, впереди какие-то… Вы знаете, очень сложно прогнозировать. Может быть, будет. Может быть, будет. Знаете, как? Это всё происходит очень-очень… Ну вот да, давай, давай. Происходит очень-очень нежданно. И вот эти вот проекты, знаете, они буквально… Бывает, что и сваливаются просто как снег на голову, и раз, и получается какое-то вот замечательное творение. Роман. Всё будет нормально, и мы что-то придумаем ещё. Может, совместно. Вот вы из династии известных музыкантов. Ваша очень знаменитая тётя Леонора Цистелец, она ученица Ростроповича, профессор нашей консерватории и входила в жюри конкурса имени Щековского. То есть увлечение музыкой, оно у вас как? Из семьи с самого раннего детства? Почему? Вот когда? Вы помните тот момент, когда вдруг вы решили заниматься музыкой? Вы погружаете меня в такое довольно далёкое прошлое. Музыка в нашем доме была всегда. И дед, и бабушка, то есть это вот родители мамы, и вот Элеоноры, они были очень музыкальные. Бабушка была совершенно потрясающе одарённым человеком и никогда практически нигде не учил, не учившись. И не зная нот, она играла по слуху всё, что угодно. И у нас, сколько я себя помню, у нас всегда дома стоял инструмент, и к нему можно было спокойно подойти и что-то поиграть. Ну, естественно, меня отдали в музыкальную школу. И я помню тот момент, когда меня туда приняли. В своё время в Дарзин попасть было достаточно сложно. То есть это было, знаете, как суперлита высших репродукций. И дома появился рояль. То есть родители купили, поджались, но купили именно рояль, чтобы ребёнок учился музыке. И я наряду со всеми остальными дисциплинами, наряду с прогулками в небезызвестном Кировском парке, я воспринимал музыку и этот рояль как своё неотъемлемое целое. Это была часть меня. Я знал точно, что придя из школы, нужно будет сделать уроки, позаниматься, погулять, прийти домой опять позаниматься. Так что музыка была, знаете, как просто часть меня, часть моей жизни. И поэтому, закончив школу, я не думал ни мгновения, я знал, что я должен закончить образование, поставить эту хорошую точку. Да счастливая такая ступа. Закончив музыкальную академию. Не все дети так уверены. А зато Инесса у вас педагогическая такая. У меня педагогическая. В музыкальной школе я тоже училась какое-то время, но мне не так повезло. Может, с педагогами. Если был бы такой педагог, как Роман, я бы, конечно, всё это дело завершила бы, наверное, более достойно. А вот у вас недавно открылась летняя академия для детей. Расскажите, что это. Вот мы, каждый раз мы что-то такое экспериментируем. Мы вот открыли такую творческую академию. Это такой дневной, ну не лагерь, а вот дневная академия. А звучит, как красиво, академия. Да, потому что дети там получают такие предметы, как вокальный предмет, актёрское мастерство, хореография, живопись, ну всё такое творческое. И шамоты там тоже присутствуют, присутствует море и так далее. Вот сегодня прекрасная погода, мы как раз были на море. Вот, поэтому и за этот период мы делаем такой небольшой мюзикл, который можно будет посмотреть как раз в эту пятницу в 5 часов прямо на пляже Иксо. Вот мы решили вместе с Еленой Швилл пообединиться. Она со своей студией Пумпурине, а мы со своими детьми будем музыцировать, петь. Так что добро пожаловать в ход свободный. А что за мюзикл? А мне расскажите, куда приходить? Иксо – это как бы кафе, ресторан пляжный, прямо вот на улице Турейдес, когда вы ходите с главного входа, вот направо. То есть главный выход на море с улицы Турейдес, зала Центра и направо. В 5 часов, в пятницу в 5, очень легко запомнить. О чём расскажите? Мюзикл у нас будет «Красная шапочка на новый лад». Ой, какая прелесть. «Красная кепочка». Вот, и дети будут исполнять свои песни. Ну, насколько это возможно, за 10 дней, а кто-то 5 дней. Вот у нас была вторая смена. Вот учим вот в таком экспресс-варианте. Конечно, времени для репетиции очень мало. И это всё, естественно, сшито на живую нитку. Но именно сам момент творчества, он будет, естественно, основополагающим в данном проекте. Мы запомним. Записали и ждём, приглашаем всех радиослушателей с разума. А волк на новый лад, он будет такой традиционный волк? Нет, он будет нетрадиционный волк. Он у нас продвинутый, крутой, вегетарианец, который… Совершенно не опасен. Который не ест девочек, который ест варенье, конфеты. Гуманитарный такой. Гуманитарный, да. Как Карлсон. Как Карлсон, да. Прыгучий. Прыгучий. У нас осталось буквально там несколько минут, да. Мы ещё вот успеем, знаете, о чём спросить вас уроки карантина. Вот онлайн и оффлайн. Ну, скажите немножко, как вам далось это время и что вам помогло его выдержать? Мы надеемся, что оно закончилось. Вот как педагог, как вы оцениваете вот такое будущее виртуальное, педагогическое? Естественно, условия карантина, нас бросили, знаете, как котят в ледяную воду. И нас никто не спрашивал, можно, не можно, по каким методикам работать. Я знал одно, то что мне нужно каким-то образом продолжать свои занятия. В частности, вот вокальные занятия через Zoom или занятия в школе Инова, где я детям преподавал музыку. Я понимал, что нужно переходить на какие-то другие рельсы, буквально ориентируясь и всё перестраивая на ходу. Но вы знаете, самым, конечно, большим моим подарком, наверное, и самой большой наградой было то, что один из детей мне пишет потом в WhatsApp. «Роман Михайлович, большое вам спасибо за такие уроки. Я теперь люблю Бетховена и Баха». Ох, какая бред! Браво! И я понял, что мои усилия не пропали впустую. Ну, мы надеемся, что это время, конечно, не пропало впустую, но что всё-таки вернётся многое из лучшего того, что было. Я уверен, что когда вы делаете что-то хорошее, делаете что-то доброе, что-то светлое, в любом случае мир вокруг нас становится хоть чуточку светлее, чище, дружелюбнее. Может быть, это не видно сейчас на нашем уровне, но на большом уровне подвижки уже идут. – Замечательные слова. Просто вот программа подошла к концу, вы можете что-то ещё сказать, пожелать нашим радиослушателям. Я желаю всем здоровья и оранжевого тёплого лета, и, в общем, благости, всех благ, и, конечно, помогайте. Помогайте друг другу, помогайте себе, это только умножит радость. – Как вы подняли всем настроение? – Мы должны напомнить, что наша программа «Зелёная лампа» уходит на летний перерыв, мы возобновим наш проект в августе. И если у вас есть родственники или знакомые, которым нужна помощь для оплаты медицинских или лечебных каких-то мероприятий или медикаментов, пишите нам на наш адрес zala.lampa.gmail.com. И у нас есть страничка в Фейсбуке, так и называется, русскими, нужно заводить в поисковик, «Зелёная лампа». Можно писать там сообщение, будем с вами на связи. – То есть у нас эфира не будет где-то месяц, а «Зелёная лампа» продолжает работу за рамками. – А «Зелёная лампа» горит. – Горит, горит. – Мы сможем заранее подготовить какие-то проекты помощи конкретным каким-то людям, взрослым или деткам. Обращайтесь. – Благодарим наших гостей, Инессу и Роману. – Спасибо за приглашение. – Спасибо. – Хорошего вам тоже успехов. И спасибо всем радиослушателям. – Спасибо. До новых встреч.